Девушки отдыхают Прощение, можно селфи? Извините, ради бога. Да, пожалуйста. Можно? Боже. Боже, кому сказать не поверят. Послушайте, я прошу прощения, вы меня перепутали с кем-то? Да ну что вы, ну как вам не стыдно, вас ни с кем не спутаешь. Как вы вообще оказались в этой дыре? В какой дыре? Ну в нашем городе. Да я здесь живу. Да ладно, я понимаю, замучают автографами, я понимаю. Я перезвоню, секунду, извини, да. Я прошу прощения. Да, пожалуйста. По-вашему, кто я? Вы? Вы издеваетесь? Вы знаменитый французский артист Пьер Ришар. Слушайте, вы что, серьезно, что ли? А что? Ну, ну, это же вы. Подождите, ну, во-первых. Ну, Ришар, он с кучеряшками такой лысый, да? Во-вторых, он хорошо за 80. Ну. В-третьих, он по-русски, ни слова вообще. Ну. Боже, извините. Ради Бога, простите, я не подумал. Я не подумал, но вы удивительно похоже. Так, ладно, все, хорошо, хорошо. Я прошу прощения, я вас не обидел. Да нет, ну что вы. Я не хотел вас обидеть. Да, я понимаю, нет, ну, смутали с Ришаром. Ну, так повеселили, даже приятно. Нет, я никакой не Ришар, я просто простой, обычный журналист. Вот, простите меня, ну, не надо так говорить. Я всего лишь простой журналист. Хемингуэ, между прочим, тоже начинал журналист. Ну, вы сравнили. Ой. Ой. Что такое? Не может быть. Что случилось? Боже, да глазам своим не верю. Да в чем дело? Можно селфи? Да, пожалуй, ура же есть. Еще одно, пожалуйста. Боже, Боже, Хемингуэ, я встретил. Так, знаете что, перестаньте, пожалуйста. Не, 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 это же вы, ну, это бы... Перестаньте. Подождите. Я прошу прощения, вы уже написал роман? Нет. Состретоточились. Напишите какой-нибудь роман, там, «Война и мир», «Как закалялась сталь», «Косборбоз», «Необычайный кросс». Да, Ромео и Джульетта еще хотите? А что, у вас получится не хуже, чем у Шекспира? Хуже. Ну, немного. Намного. Ну, получится неплохо, скажем так. Слушайте, все-таки, знаете, спасибо вам. Ну, правда, ну, правда, ну, правда, ну, как-то так, ну, так, ну, люди-то сейчас, люди сейчас заняты собой, все, да, все в своих мыслях, все думают о деньгах, о карьере, и тут вот так вот на улице. Незнакомый человек, незнакомый, вот так старается поддержать вас. Спасибо. Спасибо. Дорогой мой, дорогой мой, ну, ну, а как по-другому? Как по-другому? Ну, мы же с вами от одной прапраматери. Все люди – братья. Ну, а? А? Здравствуй, брат. Ну, да, ты. Да спасибо, нормально я. Ну, боже, боже, ну, слушай, ну, давай селфи, боже, слезы мешают, говорит. Давай селфи сделаем, давай, пока отрезаем, а то потом уже не поймем, кто где. Слушай, ну, боже, люди, брата встретил, брат. Нет, слушай, а приходи сегодня ко мне вечером в гости. Нет, ну, я не знаю. Мама полюбит тебя, жена обрадуется, и у детей будет праздник, ну. Ну, нет, ну, я не знаю, ну, не знаю я, ну, не знаю я. Ну, почему, брат, почему? Ну, потому что, ну, что, ну, потому что, ну, не знаю. Слушай, может быть, ты не можешь? Ну, не могу. Может, у тебя нужда? Может, слушай, может, тебе денег не хватает? Я помогу. Так, ну-ка перестань, ну-ка перестань. Я помогу, мне тоже сейчас очень тяжело, мама болеет. А что с мамой? Да я думаю, что никого не узнает. Я прихожу, говорю, здравствуй, мама. Она говорит, здравствуй. А ты кто? Ну, жена опять тройню ждет. Тут дети, школьники на третий год остались. Но! Брату я помогу. Так, ну-ка перестань. Ну-ка, я не возьму. Вот, 47 рублей. Я не возьму. Я тебе говорю. Ну, что ж ты делаешь? Братик, ну, родной мой. Ну, это все, что было. 47 рублей. Ну, это от души. Ну, неудобно. Брат, ну, было бы больше, я бы дал, поверь мне. Слушай. Да. А ты все-таки замечательный человек? Да ладно. Ну, правда. Ну, вот, ну, ты тут человечище. Ну, правда. Ну, вот, ну, сейчас люди-то, люди-то, ну, изменились же сильно, да? Ну, где вот эта, где вот эта детская наивность, да? Где искренняя расположенность друг к другу? Ведь нету. Ведь нету же, да? Ведь нету. А ты же, ну, нравственность того. Подванивает. Падает вообще. Ну, подумай. Подумай, куда мы катимся? Куда мы все катимся? А я тебя, я тебя не зря здесь поджидал. Я из Бюро Добрых Услуг. Откуда? Я открыл Бюро Добрых Услуг. Подожди, в нашем городе? Да. Прямо здесь. На большой дороге. Можно селфи? Давай. Давай, ну, ну, надо же, а? Ну, да, да тебе надо памятник поставить, брат. Ну, правда. Ну, и я тебе говорю, и люди поставят. Люди поставят. Люди должны знать, народ должен знать своих героев. Люди поставят тебе памятник. Ну, слушай. Да ты святой человек. Так у нас же и цены святые. Вот, вот, смотри. Цены? Да, вот, пресс-курант. Вот, смотри. Сказать незнакомому человеку спасибо 600 рублей. Сколько? 600. Ну, 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 недорого же, да? Вот, спасибо человеку, который спас тебе жизнь. 700 рублей. А если селфи, 800. Вот это да. Да, 800 рублей. Ну, 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 обалдеть. Ну, себе же в ущерб, правильно? А вот, сказать человеку, вам бесплатно просто так, чтобы, ну, немножко поднять настроение. Ну, 8 тысяч рублей. Друзья, бесплатно 8 тысяч рублей? Не, 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 не. Всего 8 тысяч рублей. Подожди, и много у тебя клиентов? Ну, вот к обеду ты уже 13-й. Слушай. А? Счастливое число. Да, конечно. Пошли. Ой. Что? Боже мой. Что случилось? Да не может быть. Да что случилось? Да как же так? Что такое? Да как? Брат, что случилось? Брат, а? Так вот о чем я подумал. Тебе же с таким бизнесом нужна ведь крыша. Ну, подумай, брат, ну как ты здесь один на большой дороге и без крыши, а? Все, все, не возражай, не возражай. Я все брошу и буду твоей крышей. Все, все, не возражай, не возражай. И все, а ты, а ты за это будешь отдавать мне, ну, жалких 20%. Да нет, нет, ну как я могу, как я могу с брата, с брата, с родного брата 20%. Ну, конечно. Как с тебя? 25. А если кто-то спросит, кто над тобой? Скажешь, Пьер Ришар с Хемингуем. Давай работай, я вечером подойду.